Природа не перестает нас удивлять своей красотой и разнообразием. Если вы хотите иметь в своей коллекции декоративных растений особо эффектный и необычный экземпляр, приобретите яркую Акалифу. Этот цветок не только поразит вас своей сказочной красотой, но и продолжительностью цветения, которое может длиться почти круглый год. Это необычное на вид растение относится к распространенному и многим уже известному семейству молочайные. Акалифа может расти как в виде кустарника, так и в ампельной форме. Существует много ее разновидностей, но среди цветоводов особой популярностью пользуется Акалифа щетинистая и добровколистная. Последнюю еще называют гаитянской Акалифой или кошачьим хвостом или лисохвостом. Еще есть интересная декоративно-лиственная Акалифа Уилкса. От других она отличается крупной листвой, выразительной пестрой окраски и прямыми побегами. Но ее длинные колоссовидные соцветия менее эффектны по сравнению с Акалифой гаитянской. Именно этот ползучий вид обрел особую популярность и любовь цветоводов. Когда на растении появляются многочисленные красные соцветия, это зрелище вызывает восторг. Если вам удастся приобрести или вырастить эту Акалифу, ее кустики не только легко украсят вашу территорию, но и произведут настоящий фурор. Не обратить внимание на цветущую Акалифу просто невозможно. Друзья, поделитесь пожалуйста своим мнением и опытом по этому растению. Я всегда благодарна всем вашим советам, комментариям и лайкам. Не забудьте также подписаться на наш канал, чтобы не пропускать видео и быть в курсе выхода свежих роликов. Акалифа дубровка листная не только красиво цветет, она еще и универсальная культура. Ее можно выращивать как эффектное ампельное растение в подвесных кашпо или в обычном контейнере, как комнатный цветок, а также в качестве яркого почвопокровника. Высота кустиков около 30 сантиметров. Этот декоративный вид отличается ярко-зеленой и более мелкой листвой. Его овально-удлиненные листики длиной всего 4 сантиметра. Они имеют небольшое пушение и зубчатые края. По внешнему виду листва Акалифы ползучий чем-то напоминают листья котовника и мелисы. Но по цвету они более яркие, что создает эффектный акцент в сочетании с ее алыми бархатистыми соцветиями, которые выглядят как закрученные пушистые хвостики. В начале своего появления они направлены вверх, но при дальнейшем росте и удлинении побегов колоски красиво закручиваются и паникают. Гораздо объемнее крона у Акалифы щетинистой, ее кустовая форма довольно раскидистая и в высоту может достигать 2 и более метров. Хотя при выращивании в контейнере размеры растений будут гораздо скромнее. У этого вида все намного крупнее, а именно его побеги, листья и причудливые колоссовидные соцветия. Длину бархатистой хвостики достигают 40-50 сантиметров. Более того, на каждой ветке этой Акалифы могут одновременно красоваться больше 20 таких ярких соцветий. Такие растения просто потрясающе выглядят в штамбовой форме. Когда их пышная крона покрывается многочисленными алыми меделками в виде причудливого каскада гирлянд, они производят особое впечатление. Пройти мимо этого цветущего кустарника невозможно. Но чтобы достичь такого потрясающего результата, за Акалифой потребуется уход. Эта южанка родом из Малайзии и Новой Квинеи. Но подобная экзотика настолько впечатляет своим необычным видом, что эти растения стали выращивать по всему миру. В средней полосе Акалифу ценят как эффектное комнатное растение. И хотя эта культура особо сложной в уходе не считается, но о некоторых ее особенностях и предпочтениях следует знать. Иначе появления многочисленных пушистых хвостиков вы не дождетесь. Зато при должном содержании и заботе этот цветок сможет радовать вас своим неподражаемым ярким и продолжительным цветением очень долго. Акалифа – это активно растущая культура. Чтобы стимулировать образование ее соцветий и поддерживать крону в аккуратном виде, длинные и старые побеги необходимо время от времени подрезать. Кроме прочего, потребуется вовремя удалять пожухлые, отсветшие хвостики, которые могут подпортить декоративный вид кустика. К тому же своевременная обрезка сухих цветов спровоцирует появление новых соцветий. Если вы найдете подход к акалифе, она вас отблагодарит не только своей необычной красотой, но и длительностью цветения. Ведь при хорошем уходе и освещении эта культура может цвести круглый год. При выращивании этих растений в домашних условиях они способны цвести в любую пору года. Однако этот тропический цветок нуждается в хорошем освещении, тепле и высокой влажности. Летом температура должна составлять около 25 градусов, а зимой в пределах 12-18 градусов с отметкой плюс. Содержание цветка в более холодных условиях приведет к сильному замедлению роста и появлению разных болезней. Также обращайте внимание на сквозняки, а калифа может от них пострадать. Сухой воздух особенно негативно влияет на декоративность растения. Чтобы создать акалифе более комфортные условия, с ней рядом лучше поставить прибор, увлажняющий воздух или контейнер с водой. А вот опрыскивать крону из пульверизатора, особенно по пушистым соцветиям, не рекомендуется. Прямые лучи солнца этот тропический цветок также не переносит. Но имейте в виду, что северные подоконники и притяненные места не для этой светлолюбивой культуры. Лисохвост нуждается в большом количестве света, иначе красивого цветения вы от него не дождетесь. Удивительно, но это растение предпочитает расти в тесных горшках. Ведь пока его корни не освоят объем грунта, надземная часть будет в развитии отставать. А калифа не терпит пересыхание почвы. А вот состав для нее не столь важен. Единственное, на что стоит обратить внимание, это на рыхлость субстрата и дренажный слой на дне горшка. Для поддержания декоративности листвы и образования ярких соцветий, кустики необходимо подкармливать. Весной вносят азот содержащие удобрения. После переходят на фосфорно-калийные составы. Так как калифа практически непрерывно цветет, удобрять ее придется уже с ранней весны и до середины осени. В весеннее время проводят обрезку. Без этой процедуры ее ветки начнут стариться и сильно вытягиваться. Удаляют половину или большую часть побегов. Иногда для омоложения куста приходится делать довольно короткую стрижку. Чтобы куст в скором времени нарастил молодые побеги, его подкармливают азот содержащими удобрениями и обрабатывают срезы раствором препарата цирком. Хочу обратить ваше внимание на то, что сок калифы достаточно ядовитый. Все работы с этим растением лучше проводить в перчатках. Чтобы размножить этот цветок, можно воспользоваться методом черенкования, отгибанием и укоренением боковых веток, а также посевом семян. Уверена, что от такого растения не откажутся ваши близкие и знакомые. Тем более, что в обычном цветочном магазине они вряд ли его найдут. А калифа будет шикарно смотреться как на подоконнике, так и в подвесных кашпо, которыми можно украсить сад, террасу и домашний интерьер. Только не располагайте вазону на сквозняке, в тени и на открытом солнце. Также следите, чтобы пушистые хвостики не пострадали от дождей. При надлежащем уходе лесохвост способен стать самым ярким акцентом и настоящим украшением, которое будет радовать вас в течение круглого года. А если вам это видео было полезным, не забудьте пожалуйста поставить лайк и до новых встреч на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok